Трансляция, Новый год, 5779 год. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за милость и благодать за жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо, что дал. Ты благоставил, Господь, Боже, благоставил. И дал жить для этого прекрасного времени, Господь. Слава Тебе. Благодарю Тебя за завершающийся 5778 год от сотворения мира. Он был по-своему прекрасным и благословенным. Но, Господь, сегодня мы входим в Новый год. Сегодня, этим вечером, как сказано в Слове Твоем, был вечер, ибо до утра день какой-то. Новый день настает. Нового года. Этим вечером мы встречаем 5779 год. От сотворения Адама, от сотворения мира. Благодарю Тебя, Господь, что уже 5779 лет. Гому сапиенс. Человек разума, разумный на этой планете, на этой земле. Благодарю Тебя, Господь, за нашего пращура, нашего пра-пра-пра-пра-пра-отца Адама. И нашу пра-пра-пра-пра-пра-пра-маму Еву. О, Господи, сегодня вспоминаем мы наших прародителей и благодарим Тебя, Господь. Нам есть за что благодарить. И хотя история человечества пошла не совсем так, как хотелось бы. Но, Господь, я благодарю Тебя за нового Адама, Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, пришедшего также в эти праздничные дни, Господь, осенних праздников. Две тысячи лет назад это чудо свершилось. И мы по праву, Господь, по новозаветному, мы действительно именуем нашего Спасителя, Сына Твоего, Господа нашего, Искупителя нашего, Агнца Твоего, новым Адамом. Начальником рода, начальником нового человечества, новой общественной формации. Церкви Бога Живаго, столпа и утверждение истины. И тело Твое, Иисус Христос, это мы, верные святые. Боже, благослови нас сегодня, благослови в этом дне. Благослови, Господь, в этом сейчас бдении. Все на шном. И был вечер, и было утро, день новый. Благодарю Тебя, Господь, за завершившиеся уже, дамы и господа, братья и сестры, так и есть завершившийся этот год и за наступивший новый. С Новым Годом, с новым счастьем, сладкого Нового Года, дамы и господа, братья и сестры. Сладкого, сладостного Нового Года, сладчайшим спасителем нашим Иисусе Христе, Иешуа Машиахи. Аллилуйя, слава Тебя, Господь! Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим. И помилуй Тебя, да обратит Господь лицо Свое на Тебя, и даст Тебе мир. Еберехеха Адонай, Веишмареха, Ягер Адонай Его. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, я благодарю Тебя, Бог Авраама, Исаака, Якова. Благодарю Тебя, Бог Патриархов и Пророков, Отец наш, Сущий на Небесах. Благодарю Тебя за Израиль, за Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства. Благодарю Тебя, Господь, за наступивший Новый Год, 5779-й. И это благословение, слова этого благословения, слова этого Божесвященческого благословения, Божий, сегодня дозвучит на Израиль, дозвучит на Иерусалим, Господь, дозвучит на всех евреев, на всех боящихся Бога с разных народов. Аллилуйя. Арсений пишет, да благословит вас Бог в Новом Году. Аминь, Арсений, и вас тоже пусть Бог благословит в этом Новом Году. Сладостного, сладкого Нового Года. Аллилуйя. Сегодня у меня мед. Это один из студентов семинария, где я преподавал эти дни. Вот благословил меня. Здесь свежий мед. У меня есть яблоки. Это тоже из семинарии с церкви. Я сегодня был в гостях. Благословение Христа. Церква. Евангельская христианская церква. Михайловской борщагивки. Улица 9 мая. Дом номер 7. Там есть семинария, в которой я преподавал эти дни. Там и проходит по воскресеньям богослужения. Пастор Ким. Благословенный человек. Кореец. С таким ширым сердцем. Таким, знаете ли, открытым для Украины. Открытым для всех народов. Слава Богу. И сегодня было прекрасное тоже служение. Я был с утра у нас в церкви на Кловске. Там час молитвы был. С 9 утра. Благочинный наш отец Алексей заехал ко мне сюда. На Киото. Забрал меня. И слава Богу. Мы, по милости Господней, не опоздали. Были вовремя. Как раз к началу. Там были уже братья. Пришли. Слава Богу. И молились. Мы вот поделились словом. Я коротко. Отец Алексей поделился словом. Замечательным словом. Я записал. Но еще не успел просто выложить. В сеть я поздно уже приехал сюда. Вот. Значит. В парке Киото еще было общение. Много знакомых встречал. Стоит в рясе пройтись. Да и без ряса порой узнают. И значит. И здесь столько было общения. Я пришел уже вот буквально перед самым уже. Перед самой трансляцией. Поэтому даже чуть запозднился. Планировал в 6 вечера. Но вот начал в 7 часов вечера трансляцию. Слава Богу. Сегодня в Киеве дождь. Такой сейчас под вечер небольшой. Выпал осадки небольшие. В Израиле дождь в это время редко еще. Дожди начинаются чуть позже. Но в принципе к этому уже идет. Вот. И осенний праздник. И череда осенних библейских, божьих, господних праздников начинается с сегодняшнего дня. Разрешите сезон праздников осенних объявить открытым. Слава тебе, Господи. И первым в этом списке, согласно Библии, Божьему слову, Бог открывает нам свои тайны. Бог открывает нам свое сердце. Ну, тро свое. И Он открывает нам, что у Него тоже есть праздники. И среди его осенних праздников, первым, безусловно, в списке это Йом-Атруа. Йом-Труа. Труа – праздник трубного зова. Праздник трубного зова. Хотя в народе у нас он обычно называется Рош-Хашана, да? Обычно мы так его знаем. Так, Рош-Хашана или Голова года по-русски. Значит, но это не библейское название. Это просто народное такое, наше еврейское название. Библейское название Йом-Труа. Йом-Труа – это праздник трубного зова, как в Библии говорится. Праздник трубления. Поэтому даже вот в этом уже завершившемся, уже месяце Элул, месяц Элул, который был вот, да, был день сегодня 29-е Элуба. Я как раз делился словом там в Церкви благословения Христа. Значит, и как раз тоже упомянул и Новый год наступающий, поздравил, благословил. Мы даже спели пару рождественских гимнов. Ну, не на самом служении, а уже там уже на обеде, на третьем этаже. У них там как столовая, такое общение такое было прекрасное, слава Богу. Вот, и спели даже некоторые гимны. Потому что исторически, да, осенние праздники, они связаны как раз с Рождеством Христовым. Ну, историческим, настоящим, я имею в виду. Потому что наши церковные, православные, католическое, протестантское празднование обычно в конце декабря или даже еще дальше в начале января по старому стилю. Но, положа руку на сердце, нигде не другие из нас не правы. Наша церковная традиция – это наши традиции, человеческие вымыслы. А библейский, исторический Иисус пришел во исполнение библейских этих праздников, Господних, пришел именно по Божьей воле, именно как раз в это время. Вот, поэтому, собственно, Христос народы вся, славим Его, как вот в Украине приветствуется на Рождество, можно сегодня так поприветствоваться. Христос родился, прославим Его. Хотя я сегодня тоже на обеде сказал таком, что, братья, самое главное, конечно, это даже не дата Рождества историческая, это тоже прекрасно, но это не самое даже главное. Самое главное, чтобы и Иисус Христос, и Ишуа Машиах, тот, кто есть свет к просвещению всех народов, и тот, кто есть славой, является славой народа своего Израиля, чтобы он народывся у сердца, чтобы он родился в сердце человеческом, чтобы он родился и царствовал в наших сердцах, чтобы мы принимали Христа верою, и чтобы он жил в нас и царствовал, господствовал, слава Ему за все. Аллилуйя. Благодарю Господа Бога Всемогущего, благоставляю всех вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки нашего любимого папочки, нашего Авы, сущего на небесах Бога, Бога Авраама, Исаака, Якова, Бога патриархов и пророков. Да святятся имя Его, и да придет Царство Твое, Господи, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и, Господи, прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство, мой Бог, наш Господь Отец. Твое есть Царство и силы и славы во веки. Аминь. Твое Царство, Государство вечно. Твое Царство бесконечно, Господь. Слава Тебе, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя. Преломни сегодня с нами хлеб, Господь. Благостави сегодня причастие Евхаристию. Я совершаю прямо сейчас Евхаристию, хлебопреломление. У меня не было времени даже купить сегодня хлеба. Но, по милости Господи, мне положили с собой такой тормозок. И здесь есть, я вижу, кусочки халы. Да, какая-то выпечка такая, а-ля хала. Да. Вот я совершу ей как раз эту часть, хлебопреломление. А сок у меня приготовлен заранее. Я всегда закупаю побольше, как раз праздником в Новусе. Вот там подешевле все это. И как бы благоставил на сок Сандора виноградный. Плод виноградной лозы. Если у вас нет сока, налейте просто воды. И возьмите просто хлеба. И этого будет достаточно для хлебопреломления. Потому что хлебопреломление совершается здесь и здесь. Не просто нашим ртом, а нашим разумом и нашим сердцем. Наше рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Вот что важно. Это действительно определяющим является. Самым важным и самым главным. Но также причастимся сегодня медом и яблоками. Яблоки с медом это одна из таких, будем так говорить, традиций народных, еврейских наших, которые... Ну, у меня нет рыбной галабы, к сожалению. Но ничего. Маемо-тащимаемо. Имеем то, что мы имеем. Будем довольны тем, что имеем. Великое приобретение. Быть благочестивым и довольным. Довольным то, что есть. Есть что-то. Слава Богу, нет. Тоже слава Богу за все. Благодарим Господа. Бог благословляет. Вот здесь у меня, значит, там и... Здесь и сливки мне положили. Вот такие, да. Яблочки. Да. Слава Богу. Так что... Аллилуйя. Благословен Господь Бог наш, Царь наш, Царь вселенной, давший нам хлеб из земли. Такая вкусная выпечка. Вкусно пахнет. И благословен Господь Бог наш, Царь вселенной, давший нам плод виноградной лозы. Хлебопреломление причастия, как благодарность Богу за дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Благочестиво рассуждать так, что кровью Иисуса Христа я омыт. Я это провозглашаю сегодня, паки и паки, снова и снова, пред всеми вами, дамы и господа, братья и сестры, дорогие друзья. Я говорю, что кровью Иисуса Христа, ломимым телом Его, я спасен, исцелен, благооставлен всеми благословениями небес. Сладкого Нового Года, дамы и господа, лехаем за жизнь, за жизнь. Потому что Господь наш, Ишуа Машиах, Иисус Христос, Он отдал жизнь свою за жизнь мира. Я в это верую, как мессианский еврей, как православный священнослужитель, как реформатор. Я об этом говорю часто, с разных кафедр, в разных собраниях, мессианских евреев, православных христиан, протестантских верующих христиан, католических верующих. Неважно, какую конфессию, динаминация религии. Главное, Иисус Господь. Иисус Господь. И сегодня меня благочинно наш встретил именно этими словами. Подъехал на машине, на ковьярме, и привитал меня. Слава Иисусу. Он сказал, Иисус Господь. А я говорю, аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. И сегодня я этим вечером, также, начало нового дня провозглашаю. Иисус Господь. Аминь. Он Господь мой. Он Господь твой. Аллилуйя. Аминь. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо. Благодарю тебя. Ммм. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя. Я принимаю это причастие в начале Нового года, 5779-го. С пожеланиями сладкого Нового года и для моих братьев и сестер, и для тебя, сладчайший Господь, слава тебе. Пусть этот год, он принесет много сладостей тебе, Боже наш Господь. Поздравляю тебя с твоим праздником, праздником Другого Зова. Спасибо за Рождество Христово. Спасибо за Рождество Христово. Спасибо за Адама Первого. Спасибо за Рождество Христово. Спасибо за Рождество Христово. Спасибо за все новое. Спасибо за Рождество Христово. Лехаем за жизнь. Господь отдал Свою жизнь за жизнь мира. Аминь. Будьмо. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава и хвала за кровь Твою. Слава и хвала за жизнь Твою. Слава и хвала Тебе, Господь, любящий Отец. Аллилуйя. Ну и причастюсь, причащусь сейчас уже и традиционно нашим еврейским причастием. Яблоко в мед и сладкого нового водопсина. Хороший мед. Ммм. 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 Мммм. Ммм. 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 Вкусом жизни Твоей, Господь, вкусом, Господь Божий, счастья Твоего, исцеления Твоего, благословения Твоего. Здесь у меня нет сейчас рыбной головы, рыбьей головы нет, но по традиции мы едим еще рыбную голову. Рыбья голова нас, ну там как семечки щелкают, в принципе там мало, что можно съесть, но как бы здесь сам принцип важен, здесь сама традиция важна. Верность традиции, в размышлении, что мы призваны быть не хвостом, а головой. Боже всемогущий, я благодарю Тебя за мои братья и сестер, благодарю Тебя, Господь Боже, за свою жизнь, свою семью, Господь. Благодарю Тебя за свое служение, которое Ты мне доверил, Боже, нести на этой земле, слава Тебе. И пусть Господь в наших судьбах действительно будет так, и финансовой стороне нашей жизни, материальной, и в духовных сферах, душевной. Пусть, Боже, не в хвосте народ Твой будет. Даже если вы где-то в хвосте, где-то ближе к хвосту, то пусть Бог поможет вам быть в голове, или по крайней мере ближе к голове. А голова наша это одна, это Иисус Христос. Мы даже рыбу рисуем часто, рыбу рисуем христиане как знак Иисуса Христа. Иисус Христос, Спаситель, да. Ихтус, мы аббревиатуры так вот воспринимаем его, знаете ли, начертания. Вот, и на примере рыбы мы должны вот рассуждать, что действительно мы призваны быть головой, а не хвостом. Благодарю Бога Всеногущего. Да. Благоставляю вас, дорогие друзья, благословением священническим. Вот, сегодня ночью буду делать, даст Бог, включение, получится все. Вот, а так утром подключайтесь, друзья. Утром подключайтесь. В 6 утра как раз будет завершение. Вот, и уже новогоднее, утреннее, такое наше молитвенное, такое будет служение. Слава Тебе, Господи. Так что завтра в 6 утра. Ну, как бы, или как сегодня в 6 утра. Потому что библейский был вечер, и было утро, день, и ободь. Да, наступило первое число месяца Тишри. В Киеве пасмурно, за окном я вижу хмарвы, облака эти тучи, не видно. Но если рассеется ночью, то можно будет наблюдать зарождающийся маленький такой серб. Да, это первое число библейского месяца, который мы в традиции называем Тишри, месяц Тишри. Вот, это и как для мессианских верующих очень важно, и для православных реформаторов тоже, думаю, это немаловажно. Очень даже, да и для всех людей доброй воли, как говорится. Да, слава Богу, благоставляю сейчас свою семью, благоставляю всех вас, дорогие друзья, ваши семьи, родных и ближних. Благоставляю во имя Господа Иисуса Христа, Ишуа Машиаха. Аллинуя. Благо wield括у Holy Б҉ journalists, Ишуа Машиаха. Иешуа, Машихей. Амин. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 друзья. Аллилуйя. Так что сладкого всем нового 5779 года от сотворения мира. Кушайте яблоки с медом, не забудьте также полакомиться гранатом по традиции. Но самое главное, народные традиции еврейские красивые и очень мудрые. Знаете ли, но самое главное, согласно Библии, этот день мы должны слышать голос Шафара. Голос трубы. День, когда Твоя труда Господня над землей у вас трубит. Мы должны вспоминать и эти вещи. Второе пришествие Господа Иисуса Христа. И его первое пришествие, и его второе пришествие. Мы рассуждаем над этим, эти дни осенних праздников. Особенно вот с сегодняшнего дня как раз эти рассуждения, размышления, как раз чтение Слова Божьего. Можете прочитать из как раз пророков о грядущей Мессии. Потом в Новом Завете прочесть о пришедшем Машехе. Вот рождественская тема сегодня, да, звучит. И все эти дни осенних праздников читайте о Рождестве Христа. И размышляйте о его втором пришествии. Когда при гласе Архангела и про трубе, трубе Божьей, шапары небесные протрубят. Господь придет с неба. И мертвого Христе воскреснет прежде. Потом и мы, оставшиеся пришествия Господне, восхищены будем на облаках. В сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И мы утешаем друг друга такими словами. И благодарим. А наипаче в эти осенние праздники. Утешаем друг друга такими словами. И мы говорим в эти осенние праздники. Наибольше повторяем, я думаю, это все. Мы говорим, гряди, Господи Иисусе. Возвращайся, Господь Иисус. Мы ждем Тебя. Аминь. Мой возлюбленный прекрасен. Краше тысячи других. Вид его подобен кедру. На подножьях золотых. Вот он идет. Господь грядет. Мой возлюбленный грядет. Вот он идет. Бог мой грядет. Мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучится. Отвори, сестра моя. Время пения настало. Голубица чистая. Вот он идет. Господь грядет. Мой возлюбленный грядет. Вот он идет. Бог мой грядет. Мой возлюбленный грядет. Аллилуйя. 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 Господь грядет, Бог наш грядет, наш возлюбленный грядет Вот он идет, Бог наш грядет, наш возлюбленный грядет Гряди, Господи Иисусе, гряди, Господь, церковь ждет Тебя, народ Твой ждет Тебя, Господь Боже, исполняются пророчества Твои, Господь, которые указывают нам на Твое возвращение Израиль вновь собран, Господь, ну не до конца, но уже государство есть И Иерусалим вновь столица еврейского государства Пусть это даже и в мировом сообществе мало признано где, но, Господи, США, лидер свободного мира признал это Бог, исполняются многие пророчества Бог, и Ты защищаешь своих детей Враги нападают на Израиля На протяжении этих 70 лет мы видели много чудес Мы слышали о потрясающих Твоих чудесах Это все доказывает нам, что Ты грядешь Исполь Не все ли время Ты восстанавливаешь царство Израиля Господь, спасибо Тебя, Боже Всевогущий Спасибо, что за двухтысячелетнюю историю нашу, Господь, мы не растеряли эту любовь Господь, и сегодня пылаем ей больше и больше Возлюбленный наш Господь, возвращайся И дух, и невеста в эти последние времена, как никогда ранее в истории Вопьют и будут вопить еще более и более Гряди, Господи Иисусе, Аллилуйя, Аминь Благоставляю всех вас, братья и сестры С Новым Годом! Поздравляю и благоставляю Благоставенного вам 5779 года Сладкого, благоставенного Сладчайшего в нашем Господе Иисусе Христе И еще на шехе Аллилуйя Мой возлюбленный Проведем ночь в молитве, друзья Проведем ночь в таком радостном, таком оживлении Кто имеет возможность такую, да Но утром подключайтесь на трансляцию Решил в 6 утра как раз продолжить вот эту трансляцию Вот, и совершим вновь хлебопреломление Вот Продолжим это вхождение радостное в этот Новый Год И, в общем-то, да Первое и второе тишви у нас Новолетие, Новый Год Мы благодарим Бога Всемогущего В этом году получается, да Вот, понедельник, вторник Мы радуемся, веселимся Новому Году, сладкому Году Благоставляю всех вас, возлюбленные Аллилуйя Мой возлюбленный Прекрасен